Всех приветствую дорогие друзья на канале Родина Битя ТВ. Сегодня мы поговорим о стабилизации напряжения. Так уж сложилось у нас на родине, что качество электроэнергии в сетях электропитания практически никогда не соответствует требованиям ГОСТа. Повышенное, пониженное напряжение, резкие скачки и колебания напряжения, высокочастотные помехи, высоковольтные импульсы – все это проявление низкого качества электроэнергии. А бытовая техника, которая делает нашу жизнь чуточку удобнее и приятней, которая также и стоит немало денег, крайне чувствительна качество электроэнергии. И из-за плохого электропитания она постоянно подвергается риску поломки. И вот, чтобы в одной части не лишиться комфорта и избежать незапланированных затрат на покупку таких дорогостоящих приборов, как холодильник и стиральная машина или компьютера, необходимо использовать стабилизаторы напряжения. Стабилизатор напряжения – это прибор, который позволяет поддерживать стабильное и качественное напряжение вашей домашней электросети. Вот здесь на рисунке наглядно показано, каким образом стабилизатор преобразует ломанные и некачественные входящие синусоиды электротока в синусоиды правильной формы. Именно такое преобразование и позволяет сохранять работоспособность вашей домашней бытовой техники надолго. Стабилизаторы могут использоваться как для защиты отдельных бытовых приборов, так и для обеспечения качественным электропитанием ваших квартир, дач, домов в полном объеме потребляемой мощности. Сегодня я вам хочу рассказать о таком стабилизаторе напряжения, как REXANT. Это автоматический стабилизатор напряжения электронного типа. Модель ISH3000-1C. В комплект входит как сам стабилизатор и инструкция к нему. Вот так выглядит наш стабилизатор внешне. Сверху имеются ручки, чтобы было удобно его нести. Лицевая панель выглядит следующим образом. Здесь имеется дисплей с вольтметром, на котором индуцируется входное или выходное напряжение. Вот этой кнопкой в зажатом положении будет показываться входное напряжение, а вот отжатом выходное от 220 вольт стабилизированное напряжение. И также имеются два автоматических выключателя, сеть и байпас. Выключателем сеть, соответственно, мы включаем и выключаем наш прибор. А при включении выключателя байпас питание будет идти в обход этого стабилизатора напряжения. Цифра 3000 в названии прибора означает, что он рассчитан на мощность 3 кВт. В стабилизаторах напряжения серии REXANT вы можете выявлять мощность от 500 Вт до 12 кВт. Давайте теперь посмотрим, так сказать, взад прибора. На задней панели у нас интересует панель с клеммами. Здесь, соответственно, две клеммы на вход в прибор, то есть от нашей сети 220 Вольт. Третья клемма заземления. Обязательно прибор перед использованием нужно заземлять. И две клеммы выходные, их уже подключаем на прибор, в котором нам нужно стабилизированное напряжение. Входное напряжение может составлять от 140 до 260 Вольт. Выходное будет, соответственно, 220 Вольт с погрешностью 8%. Этот стабилизатор обладает высоким быстродействием, то есть он быстро реагирует на скачки напряжения и выдает качественное питание на прибор. Также вы можете контролировать выходное напряжение с помощью встроенного вольтметра через этот дисплей. Прибор автоматически отключает нагрузку при превышении предельного значения выходного напряжения, при превышении предельного значения входного тока, при превышении допустимой мощности. КПД у него, кстати, составляет не меньше 97%. Что же, давайте заглянем внутрь нашего стабилизатора. Для этого нужно открутить сегодняшний несколько болтов. Снимаем крышку. И как мы видим, сердцем нашего стабилизатора является такой вот тороидальный автотрансформатор. Также тут есть плата управления, которая производит замер, сравнение и коммутацию соответствующих отводов трансформатора с помощью таких вот реле. Также мы видим двухсекционный автоматический выключатель. Он с блокировкой возможности одновременного включения. То есть при включении сеть нагрузка подключается к сети через стабилизатор. При включении байпас нагрузка будет подключена к сети в обход стабилизации. Ну и здесь вот индикация дисплея вольтметр входного и входного напряжения. Давайте теперь испытаем наш стабилизатор в работе. Посмотрим, как он проявит себя. Вот смотрите, у меня есть такой прибор ваттметр. Он нам поможет в испытании нашего стабилизатора. Давайте посмотрим, какое напряжение у меня на даче. Как видите, тут напряжение довольно повышенное. 242 вольта. Почти 243. Теперь давайте посмотрим, что нам даст стабилизатор на выходе. На вход я подал напряжение сети. На выходе сделал такой вот удлинитель с розетками. Включаем стабилизатор кнопкой сеть. Щелкают релюшки. Идет обратный отсчет. Жмем, чтобы посмотреть в одно напряжение. Оно у нас 239 вольт сейчас. 240. На выходе, видимо, дает 220. Это значит, напряжение стабилизируется. Но не факт, что оно будет 220. Погрешно здесь плюс-минус 8%. А ваттметр нам более-менее точно сейчас покажет, какое у нас напряжение на выходе после стабилизатора. Как видите, напряжение 219 вольт. 220. Идеально еще, просто, практически. Очень хорошо стабилизатор работает с повышенными напряжениями. Как видим, на входе 240. На выходе 220 вольт. Сейчас мы подключили нагрузку к нашему ваттметру. Как видите, на перечисли чайник. И напряжение поубавилось. Было около 212 вольт. На это входит в допустимую погрешность. Плюс-минус 8%. То есть, где-то около плюс-минус 17 вольт. Когда чайник закипел, как видите, напряжение вернулось к нормальной величине 220 вольт. Ну что, как видим, стабилизатор со своей задачей справился. Напряжение он стабилизирует. Правда, проверим мы только с повышенным напряжением. Но если почитать другие отзывы, то и с пониженным напряжением, и со скачками, он отлично справляется. Купить такой стабилизатор, Александр, вы можете по ссылке в описании. Там на сайте вы, кстати, найдете другие стабилизаторы напряжения. Можете выбрать под нужную вам мощность. Ну что ж, дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok